АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я совсем забыла, что нужно за квартиру платить сегодня. Я думала, что у меня есть только за полмесяца. Я сейчас посмотрю. Вот, возьмите, пожалуйста. Мы так не договаривались. Оплата помесячная, никаких исключений. Не нравится, съезжайте. Нет, что вы, у меня жених скоро вернется, и я зарплату получу. И так что мы все заплатим. И куда же он отбыл? Сбежал? Нет, он уехал на заработки. За границы. Так что он вернется, мы не волнуйтесь, обязательно заплатим. Я не волнуюсь, это ты волнуйся. Я через неделю зайду, не будет денег, ищите другое жилье. Всего доброго. Промазала. Ну ничего страшного. Матроны-то не боевые, пули резиновые. Тут главное в корпус попасть, если что. Вот так. Если что, что там с магазином? Брак поменял? Проблемы не было? Ну а куда они тянутся? Все под контролем. Только вот, любимица твоя, Дина. Что с ней? Опять просила аванс. Говорит, что у нее финансовые трудности, за квартиру нечем платить. Дал? Нет. Правильно. На сегодня хватит. Нет, ну а что ты хотела-то? Совсем на шею сесть? Здесь никогда не платят наперед. Что-то мне нехорошо. Неужели ты не понимаешь? Я тебя сюда привела, а ты меня подставляешь? Свет. Может ты мне займешь? Ты нормальной вообще, нет? Тебе теперь платят больше меня. Ну коллекционная! Ну и часто с тобой такое? Второй раз. Я думаю, что это нервы. У меня дедушка умер. Я квартиру потеряла и мне сейчас за съемную тоже платить нечем. И Витя, мой жених, он тоже куда-то пропал. Алла Валерьевна, я заплачу за это платье. Зарплаты. Или когда Витя вернется. Я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Ты не волнуйся. Я тебе дам денег. В долг. Так. Я не знаю. Витя, я не сделаю. Да, я не хочу. Я не хочу. Утро, у меня. Ну, хватит слезами давить. Лучше, чтобы заказы следила. Много там? Много. Не знаю, надо в полицию, наверное, звонить. Пусть с собаками приезжают. Да бесполезно. Ничего они не найдут. Да и вообще, нам вряд ли будут что-то искать. Ну, что ж, девочки. Придётся вам работать несколько месяцев без зарплаты. Света здесь ни при чём. Она с опытом, она не могла. Я оставила кассу. В магазине никого не было. Благородно. Как возвращать будешь? Я не знаю. Ну, детский сад. Дина, ты пойми меня. Сумма недостаточно серьёзная. Ну, я опять пойду тебе навстречу. И запишу её тебе в долг. Валвана, это никуда не годится. Ты думаешь, я спасибо тебе скажу? Я, правда, не виновата. Устроила тебя на свою голову. Свет, ну, прости. Прости. Алло. Свет. Слушай, со мной что-то не так? Дико тошнит. И голова кружится. Извини. Алла Валерьевна. Свет, ну, как не вовремя. Свет, ну, как не вовремя. Свет, ну, как не вовремя. Свет, ну, ты посиди тут. Подожди меня. Я с врачом поговорю. Уже около семи недель. Девочка здорова. Просто такая реакция организма. Витамины, питание, отдых. Всё нормализуется. Как бы я хотела быть на её месте. Кать, а мои результаты анализов из Германии пришли? Алла. Ну, может, всё-таки есть какая-то надежда. Ты можешь тратить деньги, ты можешь ездить в лучшие клиники, ну, это бесполезно. Тот аборт нарушил репродуктивную функцию. А Анна, что? Ты о чём? Ну, это девочка Дина. Рожать собирается? Я не думаю. Я же по глазам вижу. Одни радуются, а другие... Дуры. У тебя невероятная способность вляпываться во всякие неприятности. Теперь вот аборт придётся делать. Зачем? Да, нам с Витей сейчас тяжело. Но мы всегда хотели... С каким Витей? Витя же исчез. Испарился, как будто его и не было. Он уехал на заработки. Ты же сама говоришь, что в две недели от него невесточки. Это же очевидно, что он тебя бросил. Глупость. Ты его совсем не знаешь. Не будь дурой. Ну, с такими проблемами, как у тебя, да, пожалуй... Пожалуй, любой сбежит. Наверное, с ним что-то случилось. Может, он в коме, в больнице, в плену. Тогда не сиди сложай руки. Сходи в полицию. Да, вечером забирайте. Это я вас хочу спросить, где Виктор. В работе не появляется, трубку не берёт. Я на его место уже мастера другого взял. Стасик! Пойдём. Так вы сами отправили его в Германию. В командировку. Я отправил? Может, не вы. Ну, знаете. Егорыч! Может, он на другое СТО устроился? На другое СТО? Его теперь в самый прошивый гараж не возьмут. Ключи подавать. Уж я об этом позабочусь. До свидания. Пошли, мужики. Девушка, покажите, я вообще ничего не понимаю. Кто пропал? Зачем уехал? В общем так, вот вам бланк, ручка, пишите заявление. Рустам, передай. Дежурный Мирьянов. Вам бы в немецкую полицию обратиться. Так точно. Бундесполицай. Ну, у вас же есть там, наверное, какие-то связи. Вы же можете, да, как-то узнать у них? Есть. Ага. Я предлагаю так и написать. Ахтунг, Ахтунг. Уважаемые господа немцы, срочно бросайте все свои дела и ищите нам пропавшего жениха. Рост телосложения средний, лицо круглое, да? Да. Я вам фото оставлю. А лучше свою. Зачем? Где? А вдруг ваш жених не объявится? Так мы вам замену найдем? Это же наша работа. Вы же при входе видели табличку в брачное агентство? Пуля, я сказал. Вообще-то я к вам за помощью пришла. Послушайте, заявление мы примем, но вы нас тоже должны понять. Мы здесь преступников ищем, а не пропавших женихов. О, какая встреча. Добрый день. У вас что-то случилось? Здравствуйте. Ничего. Я могу вам помочь? Все у меня прекрасно. До свидания. Так, кто тут девушку обижает? Макс, да кто я ее обижал-то? Да. Просто прикольнулись и все. Прикольнулись. Он заявление написал, жениха в Германии ищет. Нет. Дина, значит. Это же она тогда оказалась рядом, когда на меня в бандосы напали. Не хорошо получилось. Угу. Я это возьму. Бери. Как это да? А вы? Дина, я хотел еще раз повыдарить за… Пожалуйста. Что-то еще? Я нашел Виктора. Что? А где он? Он жив? Да-да, он жив и здоров. Но он летал не в Германию, а в Эмираты по туристической визе. И был там не один, а с женщиной. Неделю назад вернулся и живет с ней. Подождите. Этого не может быть. Это какая-то ошибка. Я делал запрос к пограничникам. И выяснил, где и когда он пересекал границу. Здесь адрес и фотографии. Спасибо за информацию. Главное, что он жив и здоров. До свидания. Подождите. Возьмите мою визитку. Зачем она мне? Знакомство со следователем не бывает лишним. До свидания. Звук. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, Дин, ты не пойми меня неправильно, но ты уверена, что это мой ребенок? Что? Ну, просто можно сделать, чтобы ребенка не было. Ведь так? Можно ведь? Еще не поздно, Дина. Можно? Да. Да, Алло. Да, я еду, да. КОНЕЦ Так, поработай кулачком. Интенсивнее. Куда же у тебя вены все попрятались? Так, есть. Так, есть. Что-то случилось, Екатерина Сергеевна? Динка, ты чего удумала? Ты что, с ума сошла? Чего ты расселась? Давай, пойдем отсюда. Так, жгут развяжите. Да-да, конечно. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну, давай. Ну, все. Все хорошо. Все хорошо уже. Паспорт твой из регистратуры я забрала. Пусть у меня побудет. Зря вы все это. Мне нельзя ребенка. Меня завтра из квартиры выгоняют и платить нечем. Интересно, где ты собиралась жить без ребенка? На складе до весны. На складе? Брось. Живешь у меня, в загородном доме. Даже не спорь. А сейчас заедем за твоими вещами. Адрес говори. Ну, что? Нравится? Да. Алла Валерьевна, а зачем вы все это делаете для меня? Я не хочу, чтобы ты повторила мою судьбу. Я в молодости тоже такая же дурочка была. Обиды, сложное положение, маленький город. Потом сделала аборт. Теперь у меня есть все, но я не смогу больше иметь детей. Никогда. Поверь мне, это очень страшно. Гоша приехал. То есть, вас тоже бросили? Неважно. У меня деловая встреча. Ты отдыхай. Располагайся. Приходи в себе. Слушай, ты меня достал со своими штучками. Открывай ворота. Меня никто не предупредил о вашем приезде. На калитке. А я еще не закончил вас. А я закончил. Что происходит? Да вот этот. Я открою ворота. Какого черта? Меня никто не предупредил о его приезде. Да. Да ну его. Поехали. Поехали. Вы очень добрая женщина. Правда. Обо мне так никто не заботился после смерти мамы. Ну дедушка, конечно. Он очень меня любил. Ну дедушка, это… Это немного другое, понимаете? А папу я не знаю. Он бросил маму, когда она была беременна. Господи. Зачем вы меня достали из этого кресла? Я не хочу так. Я не хочу одна, без мужа. Я не хочу рожать ребенка от человека, которого ненавижу. Понимаете? Понимаю. Роди ребенка для меня. Что? Я хочу, чтобы ты родила ребенка для меня. То есть вы хотите, чтобы я родила и отдала его вам? Угу. Но это невозможно. Почему? Это лучше, чем убить его. И себя искалечить. Давай договоримся так. Я закрываю все твои долги. Обеспечиваю всем. И после родов выплачиваю тебе компенсацию для отдыха. Это оптимальный вариант. Господи. Почему все так? Да все хорошо будет. Встретишь ты хорошего парня. Нарожаешь ему сколько захочешь. Пойми, сейчас по-другому нельзя. Я ведь правда его ждала. Думала, что он в Германии. Ну разве можно так? Но ведь он мог просто прийти и сказать мне, что он меня не любит, что он уходит. И это ведь, правда, это ведь было бы лучше. Я согласна. Я согласна. И вот что еще. Никому не говори, что ты здесь. Скажи, сделала аборт и уехала в Муром. Зачем? Ну, у тебя первые роды. Суррогатной матери оформиться тебе нельзя. Запрещено. Я встану на учет, будто ты беременна. Ну, у меня связи. А после родов ребенка сразу запишем на меня. Это не вполне законно, понимаешь ли. Я понимаю. А институт? А институт? Возьмешь, академ, отпуск. Чтоб скучно не было, будешь шить. Ты же у нас будущий дизайнер. Ала! Ты где? Ау! Я здесь. Салат, правда, очень вкусный. У тебя все нормально? На работе, дома. Да, все хорошо. Ну, я все сделала правильно? Ты довольна? Ты получила то, что ты хотела? Да, получила. Дина теперь без жениха. Но зато на втором месяце беременности. Ничего себе! Я думала, что мы развлекаемся. Оказывается, ты по-взрослому решила достать девчонку. А зачем это тебе? Ну, за тем, что ее мамаша двадцать лет назад увела меня в любимого человека. И из-за нее я сделала тот самый аборт. Ну, так и разбирайся со своей бывшей подругой. При чем тут дочка? Маринка погибла семь лет назад. Ну, так тем более. Оставь малую в покое. Пускай она выходит замуж за своего Витьку. Господи, он мне надоел, как горькая редька. И рожает ребенка. Родить-то она родит. Но ребенка заберу я. Себе. А она тебе не отдаст? Отдаст. У нее, знаешь, какая недостача у меня в магазине? Приличная сумма. Ей никуда не деться. Так это твоих рук дело? Ничего себе. Алла, а зачем тебе чужой ребенок? Ну, не такой он и чужой. То есть? Ладно, давай, хватит об этом. Давай, есть. Ладно. Спасибо. Я на самом деле замерзла. Ну, тут так хорошо, не хочется идти в дом. Давно вы здесь живете? Давно. А как вас зовут? Вас никто не называет по имени. Григорий. Григорий Вересов. С днем рождения. Диня. А мы вообще-то сантехника ждем. У нас там под ванной течет. Ну, костюм сантехника я не нашел. А где Дина? Какая Дина? Нет тут никакой Дины. Как нет? Ну… Ну, она же здесь живет, правильно? Нет, здесь живу я. Уже пару дней как квартиру снимаю. Вы точно не сантехника? Я идиот. Извините. Григорий. Давайте пить чай. Спасибо, Дина. В этом доме у всех свой чай. Я думаю, Алле Валерьевне это не понравится. Ну, мы Алле Валерьевне ничего не скажем. У вас есть семья? Нет. Почему? Не сложилось. Кого любил, не удержал. Остальные оказались не нужны. Твоя семья? Мама давно погибла. А дедушка умер месяц назад. Так что я одна. Ну, вот Алла Валерьевна помогает. Ну, ты скоро станешь мамой? Ну, да. А твой отец? Я не хочу о нем говорить. Я его презираю. Он бросил маму, когда она была беременной. Нашей судьбой не интересовался никогда. Бывает. Это тебе? Мне? Ну и ну. С днем рождения! Смотри. Ничего себе. Спасибо большое. Спасибо большое, Алла Валерьевна. Они очень красивые. Ну что, пойдем праздновать, именинница? Григорий, пойдемте с нами. Да нет, спасибо. Я поздравляю. У меня очень много работ. А я думаю, что Алла Валерьевна не будет против? Я против. Тебе не нужно с ним общаться. Он вроде добрый, хороший. Ну да. Тот еще. Святоша. А ты зачем все это затеяла? Думаешь, у меня рубашки нет? Мне надо практиковаться. Я… Я ведь хочу в институт возвращаться. Угу. Могу все навыки потерять. Что-то… Плохо что-то. Подожди. Прилег. Прилег, прилег, прилег. Сейчас. Ну-ка голову. Голову подами. Так. Сейчас я врача вызову. Ну, ты напугала меня. Как ты себя чувствуешь? Уже лучше. Лежи. В пояснице палила. Я вообще испугалась, как я рожать-то буду. Вдруг не получится. Ну, об этом можешь не беспокоиться. Ты будешь рожать в самых лучших условиях. Угу. Что, опять плохо? Шевелится. Угу. Толкается. Вот. Здесь. Вот. Да. Да. Чувствую. Привет, малыш. Малыш. Вот еще слышу, да. Он меня слышит. А вот еще. Пяточка. Я где-то читала, что они в утробе все слышат и все понимают. Малыш. Малыш, хороший мой. Я, пожалуй, к себе пойду. Спокойной ночи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Маленький мой. Ну, что ты толкаешься? Ну, не сердись. Тебе будет лучше у Аллы. Вот. Все нормально. Никакой патологии нет. Вот. У вас мальчик. Да, алло. Я слушаю. Поверните, пожалуйста, экран ко мне. Так а вы все равно там ничего не увидите? Ну, как же. Он вчера шевелился, толкался. Пожалуйста. Поверните мне его. Пожалуйста. Поверните обратно. Я же просила не показывать ей. Ну, что ты. Ну, что ты. Это все нервы, солнышко. Сейчас поедем домой. Успохнуешься, отдохнешь. Ну, успокойся, дорогая. Как ты передумала? Ты в своем уме? У тебя ни денег, ни жилья, ни работы. Дина, очнись. Я не могу. Что значит, не можешь? На борт ты, значит, смогла пойти. Я тебя из-под ножа вытащила. А теперь, видите ли, ей самой ребенок нужен. Простите меня, пожалуйста, Алла Валерьевна. Простить? И долги все твои простить. И мои затраты. Ты знаешь, сколько стоило оформить документы на ребенка? Я все верну. Нет. Обо мне ты подумала? Я ведь живой человек. Этот малыш. Мне нужен этот ребенок. Ты ведь знаешь все мои обстоятельства. Я больше… Ну, Алла Валерьевна, пожалуйста, отпустите меня. Нет, ты никуда отсюда не уйдешь. Ну, он мой. Поздно. Он мой. Попробуешь сбежать, я заявлю в полицию. Ты же ограбила мой магазин. У меня свидетели имеются. Гоша и Светлана. Ты попадешь в тюрьму, а ребенка отдадут в детский дом. Подумай. Нужно тебе это? Эй, сюда иди, поболтаем. О. Здорово, Витек. Что здорово? Думал, не найду. В смысле? В смысле, должок за тобой. Вить, ну ты чего? Меня же самого кинули. Менты приняли, прессовали. Еле отмазался. Там такой замест был. Это твои проблемы. Твои проблемы. Деньги верни разошлись. Мне жить не на что. Ни одна собака на работу не берет. Деньги верни. Вить, ну ты чего? Я сам тебя искал. Смотри, есть офигенная темочка. Зачем с кем-то делиться, правильно? Мы можем сами разбирать, сами угонять и сами продавать. Вить, я уже начал. Мне нужен хороший напарник. Понял? Ну ты чего? Ну, блин, ну хочешь эти бутылки собирать? Ну ты ж в теме, Витек. Ну что, по рукам? Да, так точно. Опять угон. Снова из-под сигнализации. Едем. Витеку. Ау-у! Ау-у... Ау-ку-ау-у. Ау-у-у. КОНЕЦ Что? Что ты здесь делаешь? Я искала паспорт Аллы. Забрала его у меня. Пожалуйста, выпустите меня отсюда. Мне надо уйти. А что произошло? Мне страшно. Пожалуйста. Алла хочет отобрать моего ребенка. Как отобрать? Алла училась с моей мамой в одном классе. Но почему-то скрыла это от меня. А теперь она мстит. Поэтому она хочет отобрать моего ребенка. Я прошу вас, пожалуйста, выпустите меня. Она страшный человек. Подожди, подожди, подожди. А как звали твою мать? Марина Чайкина, пожалуйста. Я не могу здесь оставаться. Собирайся, уходи. Алла скоро вернется. Ты куда сейчас? К тетке, в ясмине. Понятно. Стой. На, вот, возьми. Сейчас, подожди. Держи. Спасибо. А вы как? Она ведь вас не простит. Ты себя береги. Иди. Иди. Нет, Гоша. Не сегодня. Ну, не до тебя мне. Слушай, не напрягай мне мозги. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Дина! Стой! Куда ты? Дина, стой! Стой, подожди! Да остановись ты! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Иди домой, Дина. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты не родишься в тюрьме. Я делаю так, что тебя лишат родительских прав. А ребенка дадут мне! А? А? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...